Мне нужно тихонько сесть, чтобы не уронить мой свет, который держится буквально на добром слове. И у меня в голове почему-то композиция В пещере горного короля. Так, двигаемся аккуратно. Пожалуйста, не падай. Доброго времени суток всем! вы попали на канал под названием ласточка лети почему такое название некоторые спрашивают я даже сказала бы что многие спрашивают ну потому что меня так называть мой дедушка это самое простое и очевидное объяснение с детства у меня он так называет ласточка но из детства это мои любимые птицы у нас на даче они свели гнездо в синях и каждый год собственно я вижу их в разных поколениях этих ласточек они прилетают дедушка им заботливо каждый раз открывает дверь утром закрывает их вечером всегда смотрят залетели ли они к нам в сене если да можно уже закрывать следовательно сене так вот с детства я за ними наблюдаю они мои любимые птицы эти ласточки ну и собственно почему именно лети потому что когда я придумывала логин для всех моих аккаунтов для всех моих каналов я естественно сначала просто назвала ласточка но ласточка была занята везде практически ласточка 1 ласточка 2 ласточка 3 и пришлось мне добавить нижнее подчеркивание написать лети а лети было свободно поэтому ласточка лети вот так вот как-то повелось и так получилось этот канал я большинстве своем стараюсь увести в сторону приключений но помимо прочего на этом канале я известна тем что я работаю в театре и снимаю иногда не часто вы снимаю влоги блоги а собственно моих днях на работе в театре на сегодняшнее видео необычное потому что наконец таки это видео о путешествии очередном путешествии путешествиям не в виде похода с палатками как это было в прошлый раз вы можете посмотреть вот здесь вот я оставлю небольшое окошко ссылку на видео о путешествии в горах абхазии с палатками 10 дней мы там жили а это небольшое приключение путешествие о котором я расскажу сегодня она о городе стамбул турция и не просто стамбул который может быть вы посещали летом и не раз или ваши знакомые а именно зимний стамбул что же там делать зимой почему я вообще поехала туда именно зимой в начале января стоит ли туда ехать зимой в такое время года или нет и какие-то интересные штучки достопримечательности которые я для себя открыла а посмотрев кучу разных видео спросив своих знакомых проанализировав всякие сайты куда же сходить в стамбуле зимой что же там поделать куда же там как же там провести здорово свой отпуск я расскажу сегодня может быть что-то для вас будет уже знакомым и очевидным а для кого-то я думаю я открою некоторые места некоторые фишечки этого зимнего стамбула которых может быть вы и не знали и не догадывались поэтому оставайтесь со мной если вам есть чем дополнить мои видео о стамбуле пишите в комментариях я естественно все прочитаю может быть я еще разок захочу съездить туда например летом в стамбул и конечно же я посещу места которые я не посетила и о которых вы можете мне написать в комментариях давайте начнем итак как это получилось почему стамбул почему зимой я очень тяжело заболела и у меня были завалы так сказать моей работе это был очень проблемный конец года было тяжело на самом деле и я никуда не планировала уезжать я вообще была очень очень подавленным очень разочарована очень уставшая очень уставшая была как-то так спонтанно получилось что по здоровью лечение лечение мне помогло по здоровью мне стало лучше но эмоциональное состояние все равно было таким не очень хорошим не очень приятным и как-то так я даже не знаю не могу объяснить как так получилось в общем внезапно вдруг я подумала и мне сказали возможно даже мне сказали почему бы не поехать зимой в стамбул а куда еще поехать зимой мне сказали в стамбул я стамбул ягода зимой ну ладно я посмотрела и оказалось что это достаточно недорого недорогое такое удовольствие на пять дней на пять дней по мы слетали получилось примерно на 30 тысяч на одного человека вместе с билетами проживанием проживание у нас было без питания у нас были только завтраки и я всегда всегда склоняюсь именно к такому виду отдыха потому что я про себя точно знаю что максимум что я могу в отеле это провести именно вот завтрак до время завтрака позавтракать и потом вы меня не увидите до ночи примерно потому что я буду бродить гулять я обожаю гулять изучать все новые места тем более в общем так получились так сложились обстоятельства что мы бац и просто внезапно очень не запланировано без ожиданий мы купили эти билеты и так как-то все складывалось хорошо что и получалось прекрасно поехать и как ты по состоянию стало гораздо легче здоровья не виду и даты совпадали и как-то вот и недорого и как-то я даже чемодан я так быстро никогда в жизни не собирала вещи потому что для меня собирать вещи это такое знаете большое событие включая музыку представляю как-то не буду одеваться ла-ла-ла не а быстро закидала что-то там в чемодан хоп 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 все мы готовы и вот так вот внезапно повторюсь без ожидания это очень важно без ожиданий мы поехали отдыхать как отдыхать поехали в это маленькое приключение я не знала когда там будет погода взяла одну куртку на видео вы увидите эту куртку я в ней только там и ходила у меня была с собой шапка шарф перчатки на всякий случай потому что я не знаю что такое зима в турции понятия не имею стамбуле тем более там пролив босфор там мне как мне казалось очень ветрено а так на самом деле и было но про погоду я чуть позже расскажу нигит изобрази счастье уже в аэропорту мы осознали что оказывается лететь до стамбула связи с событиями мире теперь очень долго очень долго это примерно 5 часов для меня для меня это очень долго я скачала два фильма на всякий случай взяла себе всякие подушки для шеи все вот это вот чтобы как-то облегчить себе это пребывание чтобы спокойно можно было поспать в самолете предположим да и там что после этого у тебя шея не затекла посмотреть фильмы скачала аудиокниги все 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 в итоге не так страшен черт как его молюет потому что лично я для меня это не свойственно спокойно спала в самолете примерно половину пути так точно на часа два два с половиной я проспала потом мы посмотрели фильм а я поехал туда да со своим молодым человеком чудесно приземлились все было в порядке потом у нас были некоторые трудности в связи с трансфером у нас был трансфер до нашего отеля и некоторые люди там заблудились где-то в аэропорту и поэтому очень долго их ждали я честно замерзла я была вот волосинах которых я сейчас вам наверное не видно тоненьких вот таких вот волосинах я была и в этой куртке да это был прохладно прохладно для зимнего стамбула было так одеваться но я не думала что мы будем так долго торчать на улице до долго мы набирались была ужасная погода начался дождь было холодно мокро неприятно я подумала ну и зачем я сюда приехала могла бы себе спокойно сидеть в россии дома у себя там не выходя на улицу после этого долгого утомительного переезда из аэропорта в отель наконец-таки мы туда прибываем мы жили в районе который называется султан ахмед можете его загуглить очень кстати хороший район в плане достопримечательности буквально в шаговой доступности рядом ездить трамвай можно сесть спокойно доехать куда угодно можно дойти пешком там и площадь рядом там и рядом сцерна базилика там и голубая мечеть там и собор святой софии ну и много много разного всего интересного на самом деле рядом и даже рядом оказалось то место которое мне посоветовала моя подруга которая уже была в стамбуле где можно очень плотненько поесть и не очень дорого и вкусно при этом я об этом тоже расскажу первую очередь когда мы приехали естественно захотелось есть я напоминаю нас были включены только завтраки поэтому очень проблематично было где-то так хорошо плотненько поужинать но у нас и не было лир то есть у нас были доллары с собой нужно было обнять на лиры как-то мы не подумали о том где мы будем их обменивать а было уже поздно достаточно где-нибудь там часов 9 8 вот так вот вечером мы подходим к управляющему нашего отеля у нас такой отель тоже такой такой знаете маленький он прям находится вот в маленьком таком узком квартале тоже он такой очень интересный у них там в турции интересные и не делают видимо обстановку в стиле хюрем слутан все значит золотое лифт золотой все в золоте все прям как будто я там вот это вот роксолана в своих значит покоях нахожусь мы в целом нормальный отель мне главное чтобы была кровать и где помыться больше ничего не важно желать ничего чтобы зеркало было мы подходим к ну может быть это не управляющий но человек который на ресепшене находился мне кажется что он же управляющий на самом деле вот мы спросили а где можно обменять валюту он сказал о сегодня так ломаном английском сегодня уже все нельзя завтра значит на гранд базар запомните это пойдем на гранд базар я вам там у меня родственник есть он вам обменяет валюту я думаю странно но как-то странно просто мне не говорили что в стамбуле везде можно обменять валюту а угры мнение все закрыто я думаю странно ну и мы решили с моим молодым человеком немножко пройтись по окрестностям погулять уже было поздно темно но очень красиво тем не менее и гуляя мы увидели кучу просто этих обмен валют но мы по глупости своей пришли в самый первый обменник который мы увидели и обменяли там 100 долларов друзья запомните в стамбуле не нужно останавливаться в первом обменнике потому что буквально следующем обменники которые находятся в нескольких шагах от того обменника а в нее от него в нескольких шагах может находиться другой и 3 4 они вот так вот друг за другом идут буквально на каждом шагу могут быть разные курсы и мы конечно же обменяли не самый выгодный курс но нормальный такой был неплохой там буквально курс был вообще без потерь то есть можно было обменять валюту вообще не потеряв нисколько ни копеечки ну как ни копеечки не доллара ничего вообще идеальный курс почему так происходит я не знаю возможно потому что у них вообще все время какая-то проблема насколько я поняла последнее время с валютой с лирой она падает и падает и падает и в общем все очень нестабильно и видим поэтому курс везде очень раз в общем будьте внимательны когда обмениваете валюта в стамбуле потому что вы можете найти супер мега выгодный обменник буквально нескольких шагах от того обменника где вы возле которого вы находитесь но я не советую вам эти обменивать валюту гранд базар потом я расскажу почему мы обменяли там валюту потом еще погуляли было прекрасно особенно прекрасно гулять по стамбулу вечером дождь уже закончился было уже и не так холодно было очень очень красиво и прекрасно и у меня была такая мечта обязательно стамбуле купить каштанов и сколько каштанов гулять по ночному стамбулу там такие очень приятные в районе султанахмет улочки очень очень узенькие такие симпатичные и конечно же перед тем как гулять мы поели поели мы в местечке я его сейчас название прочитаю но я могу неправильно прочитать артоклар кебаб лахмакун как-то так он называется там безумно огромные порции очень вкусные острые и иногда там бесплатненько дают тебе чай турецкий попить быстро все готовят людей не очень много что хочется выделить об этом местечке об этом ресторанчике не знаю как назвать кафешечки забегаловки его местоположение потому что он находится на углу дома из-за его окон почти панорамных красивый красивый вид на вот это вот она район султанахмет там мисс вайфай кстати да можно воспользоваться вайфаем там и это очень красивый район очень красиво можно приятно вот пообедать поужинать и посмотреть на прекрасный район султанахмет очень-очень красивый оттуда вид ну и персонал очень доброжелательные веселые и даже подшучивает иногда что очень приятно говорят они прекрасно на чисто русском языке и на английском на русском на турецком каком хотите а я даже слышала что на немецком они тоже разговаривают в общем мне безумно понравилось это место и вообще как мне подсказала моя подруга в стамбуле если вы не знаете где поесть ориентируйтесь там везде прежде чем зайти в ресторан есть такая меню уличное меню где можно посмотреть что сколько стоит вот обязательно посмотрите сколько стоит хумус и по хумусу ориентируйтесь ценовой категории если он совсем дорогой значит там все очень дорого если хумус подешевле то ценовая категория остальных блюд тоже подешевле но это не значит что там вкусно и хорошо готовят в общем вот это место я точно вам рекомендую только там мы ели больше нам нигде не захотелось останавливаться на следующий день у нас были грандиозные планы и мы стали очень очень рано позавтракали зачем-то я сделала укладку я не знаю зачем я это сделала вот примерно вот такую вот укладку что я об этом пожалела ведь я вышла на улицу а там влажно дует ветер холодно все все волосы спрятала под одежду и естественно уже ничего никакой укладки там у меня осталось и следа и да и не видно было волос в целом поэтому укладка зимой в стамбуле мне кажется не очень хорошая идея утром днем вернее когда мы пошли мы уже увидели боже какая красота какой у нас красивый район днем султан ахмед очень красивый район там есть такой классный дом по которому растет какой-то плющ или что-то такое углом он стоит и он просто на фоне него надо фотографировать что он такой аутентичный вообще весь район аутентичность самобытный интересный и при этом он совмещает как-то современность то есть каких-то модных вообще местных жителей или каких-то модных современных туристов творческих явно в общем было очень-очень там симпатично днем погулять и сравните днем и вечером район султан ахмед и так сегодня первый день когда мы при свете дня так сказать гуляем по стамбула мы идем по центру города идем мы направляемся к цистерне по погоде я делась это точно потому что здесь достаточно прохладно сегодня завтра уже будет потеплее где-то 4 или 3 градуса спала в целом всего я взяла шапку пригодится он мне в соборе целом мне очень нравится здесь все гулять смотреть я даже не успеваю ничего снимать кстати народу сегодня ну сегодня вообще декабрь январь 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 месяц людей немного мне кажется что какие-то курортные ресницы она намного больше людей чем сейчас мне нравится что людей немного улочки узкие и если было бы у людей больше как минимум в два раза то наверное было бы тяжеловато как-то гулять и комфортно себя ощущать при этом обожаю мне очень нравится штамбуле ты просто гуляешь по главной улице и повсюду есть какие-то небольшие закутки закоулочки которые хочется зайти посмотреть они такие очень достаточно узенькие и интересные посмотрите какие классные здесь дома необычные строение маленькие ладно мне нужно заглянуть в карту правильно ли мы идем вообще кстати я очень рекомендую если вы не знали но мне кажется что вы все знаете если вы путешествуете об этом приложении оно называется maps.me и сто раз меня спасало где я только не была до этого я была в абхазии в горах вот я уже рассказывала да когда-то я была в карелии я была тоже в турции только в районе кемера а сейчас вот находилась в стамбуле везде везде меня maps.me спасал под причине того что он работает оффлайн я не покупала никаких карточек sim-карт местных и вот maps.me везде меня выручил везде я могла понять как мне доехать до этой точки до этой дойти доехать неважно очень очень удобное приложение просто нужно заранее скачать район район там например стамбул город-город скачать сам в это приложение и все оффлайн вы можете пользоваться очень удобно по пути мы наткнулись на кладбище да это может показаться странно но для меня это нисколько не странно я люблю исследовать старинные особенно в каких-то других странах и неизвестных мне городах кладбище некрополи очень там было интересно красиво мы не зашли внутрь гробницы мы гуляли так просто по территории и конечно же почувствовали какой-то вот ну что мы находимся совершенно в другой стране совершенно другими менталитетами в культуре у которой совершенно другой стиль и он особенно чувствуется в таких местах как кладбище то есть ты можешь посмотреть какую архитектуру а в то время то есть старинное кладбище до создавали на этом кладбище были похоронены члены семьи османской династии тоже это очень интересно что это гуляешь вот тут очень шумная улица там знаете starbucks starbucks по которому я так соскучилась безумно было рано увидеть так вот starbucks трамваи все очень людно а ездит они турки очень неаккуратные и лихачат я бы сказал то есть там постоянно какие-то бибиб вот эти вот просто буквально вот эта улица людная очень шумные и вот так вот ограждение здесь находится кладбище старинное древнее с династии османской захоронены в стамбуле граничит современность вместе с древностью это круто это прям необычно здорово и мне это безумно понравилось ну я умолчу о том что там было куча кошек про кошек просто можно сделать отдельные маленькое видео да кошек турки очень любят вообще они очень любят животных ты можешь зайти в starbucks что собственно я испытала и увидеть там лежит на проходе огромный здоровый пёс я думала ну мало ли может он чей-то но нет я пришла завтра послезавтра и тем не менее он все равно там лежал какой-то местный пёс которого не выгоняют и ничего вот лежит он прям в starbucks и никому он не мешает всем он приятен все три достопримечательности которые мы посвятили в этот день цесерна базилика голубая мечеть и собор святой софии находится вот буквально в одном месте вход цесерна базилика стоил 600 лир это многовато если переводить на рубли это 1700 рублей цена мне кажется постоянно меняется потому что подруга моя которая ездила не так давно стамбула сказал что цены были совершенно другие на посещение вот когда мы поехали зимой они были очень очень повышены некоторые говорят что она не стоит этих денег но для меня лично это было что-то невероятно одно представляет собой большое такое крупное водохранилище у меня лично это очень очень поражают такие вещи древние древние сооружения прекрасные невероятные колонны очень темно там сыра большая влажность мне лично не очень понравились там какие-то современные вкрапления каких-то костюмов что ли это модный показ видимо был и поставили туда значит наряды эти это было для меня не очень уместно мне просто понравилась эта атмосфера там постоянно меняется свет играет такая волнующая музыка я бы и музыку убрала мне не хотелось чтобы конкретно в этом месте были какие-то современные детали но в целом то ним не сильно не мешали там еще очень красивая есть то ли колонна то ли камень мне кажется такая большая колонна в форме головы и медузы горгоны тоже впечатляет не очень красивая есть но в последнём у я бы и не знаю где-то немного передано на мою волну и я знаю где-то что я пережила это то ли это пустые годы я не хочу стать подробнее пустые годы и я не хочу стать подробнее с вами как я слышно было ненавидно А после этого мы направились в собор Святой Софии. Очередь туда была, я вам скажу, немаленькая. Собор Святой Софии даже зимой. Очередь будет огромная. Просто посмотрите, какая тут очередь. Вход собор вот здесь, и отсюда огромная-огромная очередь. И мы стоим где-то там. Ну, это того стоило. Как-то мы достаточно быстро продвинулись, пока стояли, купили там местных крендельков. Наконец-то я их попробовала. Кстати, тогда, когда мы ходили в собор Святой Софии, он, по-моему, последнюю неделю или последний день был бесплатный. Ну и, конечно, это был очень приятный бонус, да. Он, конечно, невероятный. Чтобы вы понимали, это христианский собор. Там есть иконы, там есть изображение тех самых ангелов. И они видны, это все граничит, вместе с мусульманской символикой. Они не стали уничтожать, снимать вот эти гравюры. Единственное, что они их немножко занавесили такими занавесочками под куполом. Их можно увидеть, если чуть-чуть отойти в сторону. Но они как будто бы и закрыты, и не закрыты. Так вот, это вот странное, непонятное, тем самым привлекающий взгляд, сочетание христианской символики и мусульманской в одном месте. Это так странно, так невероятно. Необычное место. Очень впечатляющее, очень красивое. Я в таком восторге, здесь так красиво. Тогда я впервые столкнулась с тем, что, оказывается, нужно снимать обувь, заходя в храм, в мечеть. И для этого там везде мягкие, теплые, ну не теплые, конечно, но мягкие ковры. И отдельный шкафчик для каждой обуви ты кладешь, закрываешь, и никто, естественно, твою обувь не заберет. Можешь об этом не беспокоиться. Но вот что самое важное. Идете вы в мечеть в Стамбуле. Зимой мы про зиму говорим, да? Обязательно теплые носки. Можно их взять с собой, можно сразу надеть. Там так холодно, кошмар, ужасно холодно ногам. Это вот вам просто просьба, мальба моя. Берите с собой толстые носки, когда идете в Стамбуле в мечеть. Дальше мы пошли в голубую мечеть. Это тоже совсем рядом. Но очень важно не попасть в эту мечеть, когда там идет служба. В интернете вы можете посмотреть время службы. Вас просто туда не пустят. Это недолго, но тем не менее нам пришлось погулять, подождать, пока служба закончится, чтобы зайти в голубую мечеть. Вход туда тоже бесплатный. В целом, когда гуляешь по Стамбулу, постоянно слышишь эти молитвы. Ну, это очень колоритно в сочетании с городом. Такие звуки. И мне нравится. Пока мы гуляли, мы решили зайти в дворец Тапкапы. Тот самый дворец, где султан Сулейман и, значит, Роксолана, его хюрем-султан, жили. То есть, там есть ее покои, там гарем, все вот это вот очень, как я говорю, стиль под названием хюрем-султан. Полный хюрем-султан, в общем, судя по фотографиям. Но как только мы увидели цену, мы развернулись и ушли. Потому что для меня это уже, ну, как бы предел. Это дороже, чем сходить в Лувр, по-моему. Цена. А в дворе Стамбулу это 1500 лир с человека. Переводя на рубли, это 4200 рублей за вход. Это, ну, как бы дофига. Я, честно, вот, ну, не захотела тратиться на это. И ни о чем не пожалела. Я погуляла по этой территории. Она тоже очень впечатляющая и красивая. Провела там время, ожидая, пока закончится в голубой мечети служба, можно будет зайти. В голубой мечети, конечно, все иначе. Это не собор Святой Софии. И это явно прям настоящая мусульманская мечеть. Очень красивая. Безумно красивая. Конечно, все мечети – это что-то невероятное. Это непостижимо. Завораживает. Субтитры создавал DimaTorzok Еще что меня поразило, и так непривычно было это видеть, когда мы шли в то самое вот кафе, ресторан, на обед по пути через эту площадь, рядом с голубой мечетью, мы увидели протест. Молчаливый протест, но тем не менее очень такой организованный против действия Израиля. Шли люди в белых халатах, измазанные в крови, и молча несли таблички. Это так невероятно, что это попало в кадр. Было непривычно для моего глаза увидеть митинг молчаливый, и никто его не останавливает. Там стояли люди в форме, и они просто стояли и наблюдали, чтобы все было в порядке. То есть ничего такого не было. Никакой агрессии. Просто молчаливый митинг. Нам советовали пойти в Гранд Базар, и после обеда мы отправились туда. Тоже это все было в шаговой доступности от нас. И вот это то самое место, которое, как мне кажется, можно и не посещать. Ну, на ваше усмотрение. Лично я посчитала, что, ну, это огромное, огромное место, где немножко обманывают людей. Ну, не все, да, не все. Но это чувствуется в плане... Я сейчас сижу на Алиэкспресс, и я вижу товары с Алиэкспресс, предположим. И я понимаю ценовую категорию товаров. И я, наверное, даже невооруженным глазом вполне могу понять, что это, ну, не настоящее золото. Ну, не настоящее оно. Да и выглядит все очень, как большой, огромный рынок в России. Вот, ну, как бы то же самое. Только крытый. Только вокруг этого рынка остались какие-то архитектурные намеки, большие остатки, вот эти большие, обрамляющие вход колонны, напоминающие, что там был когда-то огромный-огромный базар, древний. Но сейчас это все превратилось в нечто иное. И даже немножко было, ну, как-то мне лично, я шла с молодым человеком, было страшновато, волнительно идти там. Я прям сумку вот так держала. Я еще и с камерой. И везде-везде на этих прилавках было написано не снимать, зачеркнуто, мол, не снимайте. Но я кое-что все равно сняла, чтобы вы понимали, что такое Гранд Базар, как он выглядит. Конечно, там очень симпатичные есть прилавки, где им придают ковры, где придают эти лампы, люстры. Но в большинстве своем, я думаю, это не стоит таких денег. Да и я прочитала отзывы про Гранд Базар, и очень много там обманывают людей. Сходить туда можно, но недолго. А какие там приставучие продавцы-то не описать словами? Ну, мне страшновато. Я бы одна не пошла в такое место, это точно. Они очень настойчивые. И это даже пугало. Они еще при входе очень любят продавать, продавать, втюхивать тебе какие-то парфюмы. Ну, явно парфюм, ну, как бы, он не оригинальный, но они прям так настойчиво тебе втюхивают его, что особенно, чтобы вы понимали, турки, они очень хорошо отличают русских. Ты можешь молча идти, они поймут, что ты русский. Почему-то на русских они сильнее, сильнее саятся. И русские, наверное, податливее, что ли. Гранд Базар меня не впечатлил, и я поскорее оттуда ушла. Но прям недалеко от Гранд Базара мы набрали на мечеть Нуро Смане. Так она называется. Она в вечерних тонах особенно была прекрасной. Внутрь мы не заходили, хотя, говорят, внутри тоже она прекрасна. Но возле нее, вообще, она сама невероятной красоты. Но и возле нее такие интересные улицы. Ты как бы немножко сверху находишься и видишь улицу сверху. И да, такое ощущение, вот прям, ну, что-то очень аутентичное. Особенно в вечернем свете было очень атмосферно. Субтитры создавал DimaTorzok находится пролив Босфор. Погода в Стамбуле такая же непредсказуемая, как и мое настроение. Хочу сказать о том, что буквально минут 10 назад я прям замерзала. Действительно было холодно, я в перчатках мерзла. Накинула шарф наглую, все равно мне было холодно. А сейчас буквально недавно выглянуло солнце, и мне вот в этом во всем достаточно жарко. Я бы даже расстегнулась. Завтра передают, будет еще теплее. В общем, непонятно, как одеваться. Но лучше с собой брать, конечно, шапку, шарф и перчатки. Тогда точно не замерзете. Лучше уж будет вам жирковато, чем будет холодно. Мы отправились к проливу Босфор, и там находится причал под названием Эминьоню. Одноименный, как я понимаю, этому самому району. По пути тоже было куча разных прекрасных мест. Но вот пролив Босфор, это вау, это вау. Если вы бегун и любите пробежки, берите с собой зимой в Турцию свою беговую экипировку и идите к проливу Босфор в этот самый район. И мимо причалов, боже, как прекрасно было бы там побегать. Жаль, я до этого не додумалась. Я бы обязательно взяла с собой спортивную экипировку и пробежалась бы. Там была куча бегунов. Да и погода к третьему дню, она была, конечно, вау. Так было тепло. Конечно, ветер сильный, но очень-очень тепло. Этот причал, одноименный районом, оттуда можно было попасть на другую сторону пролива Босфор. А в один район, в другой район. И вообще, идя по набережной, была куча разных предложений от местных жителей. Прокатиться там на пароме, катери, на лодочке, по проливу. Это все стоило нормальных таких денег, вполне уместных. Но мы сделали еще проще. Возле парома можно приобрести Истамбул-карту. Это в точности то же самое, что и карта тройка в Москве. Ты покупаешь карту и кладешь туда деньги. И по этой карте ты можешь кататься в метро, кататься на трамвае и, конечно же, на пароме. Ведь паром – это местный вид транспорта для людей, которые живут в Истамбуле. Чтобы быстрее пересечь пролив Босфор и попасть на ту сторону. Так мы и сделали. Истамбул-карта стоит 70 лир. Это примерно 200 рублей. На нее мы положили там несколько лир. Так вот, паром стоил тогда, по крайней мере, 26 лир. Это примерно 70 рублей. Что мы сделали? Мы купили проход на паром. Из Эминюню мы попали в район Кадикой. Возможно, я неправильно говорю, но вы уж извините. Все великолепно. Мы едем на кораблике. Купили Истамбул-карту. Очень выгодно. Всего лишь сколько-то там, я не знаю, лир 30 потратили на вход. Но мы не знаем, куда мы плывем. В целом, главное, все красиво, хорошо. А вот куда едет этот паром, мы там и не поняли. Восколько он возвращается, возвращается ли он вообще тоже не очень понятно. Так что, в целом, это называется приключение начинается. Отвенчер тайм. Буквально минуточек, ну, 10-15, возможно, мы подождали. Там гулять не стали. Почему-то, не знаю почему, ничего-то не решили. Времени было мало, потому что нас больше интересовал другой район. Называется этот район Каракёй. И мы уже оттуда отправились в район Каракёй. Так вот, из одного района в другой, из другого в третий. Таким образом, мы прокатились по проливу Босфор. Очень дешево, очень сердито. Но красиво безумно. Безумно красота. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не туристический день, так сказать Такой вот был район Каракёй для нас в тот день И совсем другой он будет именно в день для посещений Я не сняла его тогда Не сняла вот эти все закрытые ставни, на которых были видны Куча невероятных калейдоскоп этих граффити Какой-то очень, знаете, такой модный прям район казался Но пустой, вот прям ни души Вот по пути с парома Каракёй к Галатской башне Можно увидеть лестницу На ней все фотографируются, очень красиво и очень необычно Рекомендую для посещения Субтитры создавал DimaTorzok От лестницы Камондо Мы как раз вверх поднимались к Галатской башне Откуда открывается прекрасный, как говорят, вид на Стамбул И который является визитной карточкой этого района и этого города в целом Пока мы шли, я увидела картину, которая мне сначала показалась безумно знакомой Я сначала не поняла откуда Откуда я вижу эти события и мне что-то всплывает в голове Передо мной идет мужчина из Барселоны Говорит по-английски С ним женщина И они идут перед нами Пара Мы идем чуть сзади Позади Пустая улица почему-то, не знаю почему Только вот мы, получается, вчетвером И вдруг Я слышу звук, как будто что-то упало Я сначала не поняла, что случилось И в этот момент я просто вижу, что Мужчина-барселонец поднимает что-то Видимо то, что упало У кого? Не поняла У кого вообще? Не знаю из ниоткуда Он поднимает щетку Щетку для обуви И тут же появляется турок Который начинает его чуть гнили на колени И благодарить О, мой бог, спасибо большое За то, что, оказывается, этот турок Шел с принадлежностями для чистки обуви И уронил щетку свою для обуви И турок ему по-английски предлагает Давай я тебя отблагодарю и почищу тебе обувь Барселонец очень отказывается Отказывается, отказывается Я на это все смотрю и думаю Я это видела где-то Я не помню, где она это точно видела Я это видела где-то Видимо в каких-то рилсах Когда-то очень давно Это те самые чистильщики обуви Которые, как бы ни взначай Роняют перед тобой щетку Ты ее поднимаешь И они говорят О, а давай мы, пожалуйста, тебе Почистим обувь Вознаграждение за то, что ты такой добрый Оказался и помог нам Поднял нашу щетку А то мы не увидели, что она упала И вот он чистит тебе один ботинок А когда начинает чистить второй Это, оказывается, уже платная Начинается функция А оплата за это гигантского масштаба Чтобы вы понимали И если ты отказываешься платить Он начинает кричать на весь район И говорить А он меня обманул Не хочет платить Ла-ла-ла-ла-тополя И ты, конечно же, платишь Ты же турист Ты же не хочешь себе никаких проблем Так вот, это та самая была ситуация Я поверить не могу Что я это увидела собственными глазами Почему он не уронил это перед нами Очевидно Потому что мы оба были в кроссовках Чистить нам обувь было как бы незачем А тот мужчина был в красивых лакированных туфлях Поэтому перед ним та щеточка и упала Как бы невзначай Поэтому будьте осторожны с этой ситуацией Быть добрым Это очень хорошо Но вот в Турции, в Стамбуле Как оказалось, в особенности Будьте внимательны Иногда лучше пройти мимо Галатская башня Это старинное сооружение 14 века В высоту 61 метр Посещение стоит 650 лир Мы долго думали, а стоит ли это того или нет Чтобы вы понимали, это 1800 рублей примерно Я была разочарована Я честно скажу Лифт поднимает нас на самую вершину Оттуда панорамные окна Из которых можно увидеть Стамбул Там даже есть вот эти вот подзорная труба В которой можно посмотреть поближе Какие-то там рассмотреть вещи Знаете, что самое обидное? Окна были немытые И было плоховато видно Это меня расстроило, конечно Дальше обратно ты спускаешься По узким таким винтовым каменным лестницам Все ниже и ниже И на каждом этаже есть небольшой уголок древности Где написано, что они нашли на территории этой галатской башни Или близ нее Какие-то там кусочки чего-то Какие-то вещи Но так как английского я знала плохо Аудиогид, чтобы скачать Для этого нужен был интернет Поэтому ничего-то мы особо и не поняли Ничего для меня не было таким захватывающим и интересным Тем более там везде все было обустроено Видно, что ремонт уже тысячу раз проводился И она была очень внутри современной Четвертый день Мы решили вернуться в этот район Каракей А именно на улицу Самую знаменитую улицу того района Той части Стамбула Которая называется Эстекляль По моим глазам видно, что я не успеваю спать Потому что я хочу очень много увидеть Успеть посмотреть Мы решили провести наш день На знаменитой улице Самой красивой улице в Стамбуле Она, как пишут в интернете Безумно красивая Там много различных храмов Храмовых комплексов Мечетей Магазинов И классных интересных кафешек И вообще она сама по себе Безумно аутентичная, красивая Какая-то самобытная В общем, сейчас мы все увидим своими глазами А пока идем в метро Метро стоило 17 лир Это только если вы пользуетесь Истамбул-картой Если вы покупаете разовый билет То он стоит дороже Поэтому дешевле купить Истамбул-карту Положить на нее деньги И вот так ее прикладывать везде 17 лир Это примерно 50 рублей Ну, считаю, что это не очень дорого Но знаете ли вы, что метро в Стамбуле Чтобы совершить в нем пересадку Нужно учитывать, что она платная, друзья Пересадка платная Это что вообще такое? Вы такое где-нибудь вообще видели? Я была в шоке Я не поверила Оказывается, да, пересадка платная Мы зашли и в Киевси, и в Макдональдс В какой-то день И я вот хочу заметить, что в Стамбуле Оказывается, Киевси и Макдональдс Там очень вкусные Один и тот же бургер Может в разных местах стоить по-разному Если ты находишься на улице Истекляль Там будет самый дорогой бургер Если ты где-нибудь в другом месте его купишь Тот же самый бургер Он будет дешевле Так вот, Киевси вообще ужас Меня разочаровал Маленькие ножки Я таких никогда не увидела Обычно ножки Киевси заказываешь Просто я люблю Киевси Я не могла не сказать об этом Ну вот такая ножка, да, у нас в России У них же она вот такая И я не вру Не преувеличиваю Вот такая ножка Лучше ешьте местную еду Кебабы, вот это все И сытнее, и вкуснее будет Не ходите в Киевси и Макдональдс Не, не надо Так вот, улица Истекляль знаменита тем Что там куча разных модных магазинов Тех, которые вы не встретите в России Все магазины, которые вы только хотели бы увидеть Магазины одежды, обуви, техники Да чего угодно Все есть на улице Истекляль Помимо всего прочего там есть Музей современного искусства Там есть католические соборы Невероятной красоты И многое-многое-многое другое И там ходит старинный ретро-трамвайчик Красненького цвета Его вы 100% застанете Если вы будете гулять по этой улице Ну, дольше, по крайней мере, 15 минут На нем и покататься можно А можно просто со стороны его поснимать Красота неимоверная В тот день улица Истекляль была вся в людях Пройти было практически невозможно А это зима Так что нужно понимать, когда вы едете в Стамбул На эту самую улицу летом Что там будет народу гораздо больше И как там гулять, я уже не представляю Было очень круто походить по магазинам Увидеть, наконец, магазины, которые исчезли из России Чуть я не купила там себе кеды Ну, и как-то сдержалась Потому что подумала, что все-таки я хочу какую-нибудь одежду из Зары купить По Заре я очень соскучилась По ее качеству По ее стилю Поэтому в Заре я как раз-таки закупилась нормально тогда Вот И была очень счастлива Я еще тот шипоголик Ну, я купила такие достаточно базовые вещи К сожалению, музей современного искусства был закрыт в тот день И мы отправились дальше по улице В церковь Святого Антония Это католическая церковь Боже мой Я такое видела, наверное, во всяких фильмах И на всяких фотографиях Я в жизни такое вблизи вот так вот никогда не видела Католическая церковь, это, конечно, вау Это невероятно Там написано, что снимать нельзя Вход, кстати, бесплатный Но все снимали, и я в том числе И я не могла не показать вам, какая это красота Следующая По той же самой улице По той же стороне Проходила церковь Святой Марии Это римско-католическая церковь Там куча была кошек Вообще, я напоминаю, в Турции ужасно много кошек Вот, там была куча кошек И сама на чуть меньше предыдущей церкви Но вау Это просто, я говорю, это было вот правда Как в фильме Я настолько была поражена этой католической обстановкой Прям как в фильмах Там стояли лавочки вот эти вот Где люди сидят и слушают службу Посидеть там в тишине В такой древней-древней церкви Незабываемо Кстати, эта улица берет свое начало Примерно от Галатской башни В которой мы были в прошлый день И мы выяснили Посмотрев кучу роликов про Стамбул Что оказывается, рядом с Галатской башней На улице из Секляль Есть одно такое заведение Где делают самый вкусный в мире чизкейк Под названием Сан-Себастьян С шоколадом И мы не могли не посетить это место Тем более, что покушать я люблю Я оставлю название этого места Оно очень маленькое Но чизкейк был Вау Он был супер-мега-мягкий Он прям таял во рту Я бы вернулась в Стамбул Уже только ради этого чизкейка Я всем рекомендую его купить И он был не очень-то дорогой Вот я не вспомню, сколько он стоил Но поверьте, он того стоил А напитавшись этой атмосферой творчества И моды И даже время чего-то аутентичного Вот в одном месте Мы отправились на набережную В этом районе Каракей Близь парома одноименного И там был закат Погода была невероятная Погода была просто превосходная Идеальная Как специально Как будто бы для нас выглянуло Это вот солнце, которое уже заходило И мы увидели этот район Наконец-таки в другой день Когда все ставни покрытой граффити Были раскрыты И этот модный район оживился Там, конечно, вначале немножко пахнет рыбой Но зато чуть пройдешь дальше И наслаждаешься этой невероятной красотой Везде есть какие-то местные блюда из рыбы Там вообще на рыбе не сделан весь бизнес В плане еды В этом вот райончике Маленькие кафешки Рыбные блюда Мы ничего не стали есть Потому что есть-то не очень хотелось Мы, конечно, гуляли И вдруг к нам подходит Молодой человек Я подумала местный Говорит с нами на английском А у нас английский такой Ну вообще Вот у меня, мне кажется, получше Чем у моего молодого человека Ну и то Я теряюсь И языковой барьер, на самом деле Меня прям очень расстраивал Спрашивают, говорим ли мы по-английски И мы такие Ну, типа, не очень И он такой По-русски говорите И мы такие О, да, да И оказалось, что это фотограф Он учится в Стамбуле Он не местный И учится несколько лет уже Вот И он, в общем-то, делает фотографии незнакомцев И таким образом Мы познакомились Немного поболтали Поделали фотографии Я их, конечно же, вам покажу Ну и как-то обменялись Какими-то впечатлениями И, естественно, творческой энергией Обменялись тоже Было круто Мы были настолько наполнены Общая творческой энергией Которой мы обменялись С этим фотографом Как-то разговорились С моим молодым человеком Как-то вот уже Совсем почти солнце село И вдруг мы вспомнили Что мы не посетили Самую главную мечеть Как мне кажется Главную мечеть Стамбула Которая называется Мечеть Сулейманье На ее территории Находится кладбище С захоронениями Того самого Султана Сулеймана И его Хюрем-султана Ну и, конечно, я не могла Не посетить Самую важную Мечеть Стамбула И посидеть мы ее решили пешком Мы от района Каракёй По мосту Побежали В свой район Потому что она находится На нашей стороне Вот где мы живем А, значит, в эту мечеть И мы успели Мы успели до закрытия Вход туда бесплатный Только нужно снять обувь Мы видели ее ночью Но и ночью она была Поверьте, прекрасной Мы не попали на территорию кладбища Да я и не уверена Что туда пускают кого-то А может пусть и пускают Может просто было поздно Но самое крутое Это то, что С ее территории Открывается Офигенный вид На Стамбул Она находится На вершине На горе Вау Это было прекрасно Ночной Стамбул Да Это здорово Мы долго сидели Внутри самой мечети Сидели на коврах Там В мечетях Очень много Волонтеров Они себя называют Волонтерами Которые рассказывают Каждый волонтер Владея каким-то Определенным языком Рассказывают Про то Что такое Вообще Мусульманская религия Что она себя включает Чем она интересна Чем отличается Чем она им нравится Мы просто сидели И слушали Как женщина Одна Которая говорит По-русски Волонтер Рассказывала Русским Бунтуристам Про мусульманство Можно было Задать любой вопрос И это не то Чтобы они тебя На свою сторону Перемаривают Это нет А совсем другое Это мне кажется Такое очень Это классная штука В плане Ознакомительной Цели И это был Пожалуй Наш последний день В Стамбуле Так мы провели Наши дни В этом прекрасном Зимнем В Стамбуле И вот эти места Я вам рекомендую А какие-то Может быть не очень Рекомендую Для посещения Районы Да Районы Это очень важно Важна даже Не какая-то Определенная точка На карте Поверьте Важно пройтись По всему району От этого Вы получите Еще больше удовольствия Нежели вы Просто в конкретную точку Какую-то Приедете На машине И все Отдельно Хочется Упомянуть Еще раз Про дорожное движение Будьте осторожны Потому что Там лихачат Просто невероятно Я бы сказала И мне кажется Если вы научитесь Водить в Стамбуле То вы научитесь Ездить вообще Везде в мире Там прям Опасен Переходить дорогу Никто не ждет Красный свет Все вот так Просто идут Напролом И ни одна машина Вас не пропустит Так что да С этим там Прям опасно Да Еще хочется сказать Что очень интересно Русских там узнают Издалека Мы зашли молча Просто там В одно место И я слышу Сзади говорит Владелец там Магазина говорит Это русские Это русские И начинает Добрый вечер С вами разговаривать По-русски Нет Но зимой в Стамбуле Знаете Русских не так много Оказалось Там было очень много Европейцев Вообще Было приятно Находиться В городе Где такое большое количество Разных национальностей Культур И все это при этом В такой аутентичной атмосфере Почувствовала себя Как будто бы Человеком мира Со всеми Хотелось общаться Со всеми Хотелось здороваться Помогать Сфотографироваться Да И такое было И просто обмениваться Какими-то фразами Было Очень приятно Ну и конечно Еще раз хочу сказать Английский язык Это Необязательный пункт Для того Чтобы съездить в Стамбул Но поверьте Если вы знаете Английский язык Вам Это скрасит Ваш отдых Вы сможете Пообщаться с местами Пообщаться с Коферистами Знать много нового Учить английский язык Это вам правда поможет На этом Наверное Все Я заканчиваю Свой рассказ О этом маленьком Путешествии Которое Конечно же Скрасило Скрасило Вот эти вот Каникулы Мои Зимние Я осталась Под хорошим Печатлением И мне кажется Мне было нужно Это путешествие После него Я Какой-то Обновленный Вернулась И счастливый И я желаю Вам Путешествовать Как можно больше Рассказывать О своих путешествиях Тоже Как можно больше Следующее Своё путешествие Я уже планирую Но оно будет Несколько другим Надеюсь Что все получится Благодарю вас За просмотр Если вам есть Что еще Добавить По поводу Зимнего Стамбула Какие еще места Я не посетила Я понимаю Что я посетила Не очень много Но за 5 дней Я насытилась Вдоволь Но если я Что-то не упомянула Что вам Например понравилось Или у вас Какие-то другие Впечатления От посещения мест Которые Посетили мы Поделитесь Пожалуйста В комментариях Всего вам хорошего Путешествуйте И познавайте себя И мир вокруг Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok